Дорогой друг, я тебя приветствую, а сегодня у нас программа, знаете с кем? Да, конечно, знаете. С Ульяной Рындич. Аплодисменты! Спасибо. Расскажи, пожалуйста, вообще про себя, откуда ты, куда ты и зачем ты? Меня зовут Ульяна, мне 25, откуда и зачем, надо спросить у Господа. Я родилась в христианской семье, в пастырской семье выросла. Если коротко, то как-то так. Каково это было расти в семье пасторов? У тебя же мама тоже пастор? Да, по-разному на самом деле. Бывали моменты, когда меня это раздражало. Потому что от тебя слишком много требуют. И если ты делаешь чуть-чуть что-то, что тебе нравится, а родителям не нравится, то тебе дают понять, что ты пример, а поэтому тебе нужно всегда поступать правильно. Каким образом тебе, если не секрет, дают понять? Типа пинок или как там? Нет, причем серьезными разговорами. То есть у нас папа такой, что он может сказать все прямо, ему без разницы. При всех, кто будет со сцены, он возьмет и скажет, если надо будет. Да, там уже ставят лайки. Кто знает, кто сталкивался. Поэтому были моменты, когда моменты корректировки. И мне не всегда нравилось, что почему я должна быть примером, с какой стати. То есть все могут что-то там идти прогуливать, пробовать, почему я не могу. Но вот такие моменты бывали. А позитивных, конечно, больше. Быть примером сложно, я просто не знаю. Да, конечно, сложно. Потому что ты не идеален, ты обычный человек. И ничто человеческое тебе не чуждо. И когда что-то идет не так, то это просто неправильно. И нужно быть всегда примером. А как? Приходится себя в чем-то смирять. Приходится слушать, что тебе говорят. Быть как Иисус. Расскажи про твою личную встречу. Как это? Ну вот я, будучи ребенком пастора, понимаю, что она произошла через какое-то время. Как было у тебя? Ну да. Я с детства была в церкви. То есть с самого маленького возраста меня всегда брали в церковь. Мне это нравилось. Это отсылка к тому, про что мы поговорили вначале. На самом деле мне все нравилось. Бывало, что я болела, меня не брали в церковь. Для меня это всегда был удар. Я говорю, нет, я хочу в церковь. Там мои друзья, там все классно. Ничего себе. Но личной встречи с Богом у меня какое-то время не было. И я помню был момент, когда мне было 9 лет. И я слышала, что она в церкви принимает водное крещение, чтобы посвятить свою жизнь Господу. И я помню, что я пришла к папе и говорю, пап, я хочу креститься. Мне было 9. И он на меня так посмотрел и говорит, ну, ты понимаешь, что такое крещение? Я говорю, да, конечно, все. И я хочу креститься. И он тогда... Они с мамой поговорили. Он говорит, может быть, тебе не стоит. Может быть, тебе рано. Но я помню, что у меня такое было просто, вот, нет, мне не рано. Я хочу посвятить свою жизнь Господу. И когда перед крещением он меня спрашивал, это, ну, осознанно выражение? Ты правда хочешь? Потому что тебе придется тогда жить так, как говорит Библия. И я помню, что я вообще не раздумываю, сказала, да, я хочу. Но на самом деле... Три минуты спустя. Да. И потом вот сама встреча с Богом. У нас был первый такой детский выезд. Трехдневный. Инкаунтер называется. И мне было 11 лет. То есть это было через два года после моего крещения. И, ну, мы поехали. Сначала я думала, ну, мы не до конца понимали, что это такое. Ну, просто выезд. О, классно. Там каникулы. Вот. Мы туда приехали. И, конечно же, там были проповеди, там были молитвы. Все, к чему я привыкла. То есть ничего такого сверхнового. И на второй день у нас была тема откровения о кресте. О том, что вообще произошло на кресте, что Иисус сделал для нас. И я помню, что в тот момент, вот я до сих пор помню этот момент просто в деталях, что первый раз в жизни я услышала эту историю не как просто, знаете, какие-то голые факты. Что вот Иисус там был, Он за тебя умер, аллилуйя, ты теперь спасен. А это коснулось моего сердца. Я просто, мне было 11 лет, и я почувствовала себя самым последним грешником на земле. Мне казалось, что столько грехов, сколько у меня, их просто не бывает вообще. И Иисус, вот он такой классный, что Он отдал за меня свою жизнь. Я просто начала рыдать, я там просто несколько часов, меня просто нереально было успокоить, потому что мне казалось, что все, вот Он пришел, и благодаря Ему у меня теперь есть спасение и жизнь. И с того момента, вот у меня вот произошла такая встреча личная. То есть я поняла, что вот еще такой важный момент был, что до этого можно сказать, что Он был просто Господом моих родителей. А в тот момент Он стал моим личным спасителем. Это очень круто. Про личную встречу поговорили. Как ты молишься? Как я молюсь? Да, может на языках там или как-то, просто многие вообще не знают, что это такое. Ну, на самом деле всегда по-разному. У меня нет такого, что вот у меня там каждое утро время с Богом или каждый вечер. То есть это по-разному бывает, но я стараюсь всегда находить такое время, даже если это будет там 5 минут в день или 10, хотя это бывает больше, бывает там меньше. Это зависит от каких-то... Особенно меньше. Особенно меньше, ну по-разному. Но я на самом деле стараюсь всегда уделить Богу время, ну, когда я один на один с Ним. У нас за домом есть такое поле. Вот мы переехали в дом 7 лет назад. И у меня просто вошло в привычку ходить туда молиться. Потому что там тебя никто не отвлекает, там нет людей. Там можно молиться громко. Потому что, знаете, дома вот у нас шумоизоляция, ее вообще нет. То есть ты молишься, весь дом будет знать все твои молитвенные нужды, все твои косяки, которые ты Богу рассказываешь. Поэтому проще просто, ну, уйти куда-то помолиться. И это такая моя гора преображения. Я туда ухожу, и я там могу просто ходить, думать, размышлять о Боге. Я могу там громко молиться на языках молиться. Могу там Богу что-то рассказывать. Могу молиться за кого-то. Ну, то есть по-разному. Молитва на языках. Что это такое? Почему это такое? И как бы ты объяснила людям, которые не знают про это? Объяснила бы. Ну, вы знаете, это же такая духовная вещь, поэтому ее мозгами, просто логикой понять очень сложно. Это молитва духа, которая описана в книге «Идеяний». И если вы не знаете, то обязательно почитайте, что это такое. Потому что, ну, я знаю, что есть разные отношения к молитвенных языках, да. Поэтому я не осуждаю никого, кто не молится этой молитвой. Спасибо. Да, это, сто процентов, это ваше должно быть личное откровение. Я помню, что мне очень сильно этого хотелось. И я знаю, что мои родители, я всегда слышала, как они молились на языках. Какие-то непонятные слова мне. И я всегда, меня так это восхищало. Думаю, вау, я хочу тоже. И вот на том энкаунтере, когда мне было 11 лет, я начала молиться на языках. Класс. Я знаю, что ты училась за рубежом в библейской школе. Ну, недолго. Расскажи про это. Два месяца буквально. Тебе нравится? Ну, понравилось? Вообще, расскажи про свой опыт. Вот многие ребята, которые сейчас хотят рвутся. Расскажи, как у тебя это было? Стоит, не стоит? Ну, вообще. Рвутся учиться или рвутся уехать? И то, и другое. Не, ну, учиться это хорошо, конечно. Хороший вопрос. Не знаю, с чего начать. Это библейский колледж в Калифорнии. Я училась там два месяца. Но я даже не столько училась, сколько я там помогала. Потому что, ну, это долго очень объяснять. Я не думаю, что это нужно объяснить. Потому что это колледж для... Он христианский. То есть, он тоже для детей верующих родителей. Но это другое поколение. Нам это не понять. Они нашего возраста, но у них родители русские. А они рождены уже в Америке. То есть, это русские американцы. То есть, они полностью говорят по-английски. Им сложно понимать русский. Вот это была такая библейская школа, где они как-то все уживаются. Мне нужно было помогать там с переводом и так далее. Ну, на самом деле, было классно. Опыт хороший. Ну, почему бы нет? Я вообще думаю, что молодежи нужно расширять свой кругозор. Потому что, когда мы молодые, у нас много энергии. Ее можно направить на то, чтобы поехать куда-то на миссию. Где-то послужить Богу. Что-то сделать такое. Великое для Бога. Кто для тебя пример? Мой папа. Почему? Не знаю. Просто так его люблю. Он, не знаю, он всегда для меня пример. Вот, как с самого детства, как он всегда вел и ведет церковь. Но в то же время, как он, я видела его, что он, какой он на сцене, такой же он дома. Вот он всегда был для меня пример с самого открытого сердца. Что никогда в жизни я не видела никакого лицемерия. То есть, вот о своих каких-то недостатках или слабостях он мог спокойно говорить дома и он спокойно говорит об этом на сцене. Я бы сейчас даже вырезку вставил из проповеди. Да. Потому что, ну, для меня это всегда цепляло. Я видела, что он просто настолько открытый, настолько честный, что он с самого детства просто завоевал меня своей любовью. И то, что вот я люблю Бога, это полностью его заслуга и моей мамы. И двоих. Часто ссоришься со своими братьями, братом и сестрами? Ну, практически никогда. Но сейчас уже. Мы к этому долго шли. Ну, да. Расскажи чуть-чуть про воспитание, про то, как вас воспитывали, как вы росли друг с другом. Это очень, ну, как бы важный момент. Ну, у нас четверо детей в семье. С братом у меня достаточно маленькая разница в возрасте. Буквально два года. И у нас еще две сестры. Одной шестнадцать и одной двенадцать. Шестнадцать уже. Да. Ну, то есть у нас такая достаточно большая разница с ними в возрасте. Вот, поэтому с младшими мне как бы особо нечего было делить. Это же я старше, там как бы, ну, авторитет понятен, да. Когда большая разница в возрасте, там, ну, ты ничего не делишь. Вот. А с братом как бы было по-разному. Вот. Ну, не знаю, в подростковом возрасте там все было. Мы там дрались и, ну, всякое разное. Но больше мы, конечно, дружили. Вот. А потом, когда я уехал в Америку, кстати, у нас вообще, я не знаю, у нас такая любовь друг от друга вдруг появилась. Мы не виделись восемь месяцев. И за это время мы прям поняли, что мы жить друг без друга не можем. И когда я вернулась, да, мы вообще, мы никогда сейчас не ругаемся. У нас любовь, мир. Да. Есть Бог. Аминь. Хорошо знаешь Библию? Смотря с кем сравнивать. Со мной. А я не знаю, как ты знаешь Библию. Ну ладно. Ты хочешь мне вопросы задавать? Да. Рубрика «Знание Библии». А можно воспользоваться звонком другу и помощью аудитории? Да, конечно. Вообще любые рубрики, какие хочешь. Кто сказал «Для меня лучше умереть, чем жить»? Каин, Иова, Давид или Иона? А какой второй был вариант? Иова? Да, значит это он. А, нет. Иона. Нет? Да? Так, все, выключайся. Сейчас будет просто минутка позора. Какой ученик не хотел, чтобы Иисус омыл ему ноги? Петр. Верно. Молодец. Иисус сказал «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в…» Раю. Молодец. Какая третья Евангелие в Новом Завете? Марк? Луки. 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 Если что. С кем Давид совершил измену? Государственную? Ну, если ты готова ответить на это? Версавия. Версавия. Да, верно. Согласно Псалму 23, кто является Господом? Мститель? Сторож? Пастух? Или силач? Пастух? Нет? Нет? Да. Еще раз. Да? Да, ты правильно это ответил. Я просто был удивлен. Ну что, аплодисменты, друзья. Ты молодец. Какие вот ты видишь лучшие моменты воспитания, которые были у вас в семье? Уважение ко всем людям. Ко всем людям? Да. Особенно к тем, кто, например, служит тебе. То есть, ну, когда ты в пастырской семье, понятно, что там в церкви и везде к тебе, ну, особое отношение. И очень опасно, ну, просто попасть в такую, как бы, ловушку, что, о, класс, мне тут все служат. Вот нас родители очень быстренько сбивали всю звездную пыль. А бывало такое, да? Бывало очень много раз. Такие ситуации были просто, ну, не приведи к нас. А можно несколько конкретней, понимаешь? Нет, без конкретики. А в общем, ну, просто, что, как бы, родители нас учили всегда, что замечать всех людей, потому что, ну, никто не обязан тебе служить. Здесь нам нет твоих рабов личных. И просто, что уважать каждого человека и замечать их. Здороваться. Очень важно. Да. И помогать дома. Ну, там, делать что-то. Какой главный принцип тебе передали родители, как ты думаешь? Я думаю, что любить Бога. Обобщенно или нет? Уповать на Бога, знать, что, если даже никого не будет рядом. Всегда у тебя рядом будет Господь, который тебя никогда не оставит, который придет тебе на помощь. Ну, вот этому они научили. По служению, чем ты занимаешься или ты работаешь? В церкви? Да. В церкви я в нескольких служениях, но я еще и работаю в церкви. Я ассистент моих родителей и я в переводческом служении, так как у нас третье служение нашей церкви, оно на английском языке, потому что у нас много иностранных студентов. Вот. И буквально год назад я стала там служить тоже, переводить. Ну, и в подростковом, и в молодежном. Очень много. Ты большая молодец. Нам нужно с тобою дать два совета. Детям и родителям по воспитанию друг друга. Наверное, сначала я хочу детям сказать, что бывают такие моменты, хотя может это будет и детям и родителям сразу, что мы пытаемся переделать друг друга. И когда я была в подростковом возрасте, у меня не всегда складывались отношения с моей мамой. И я пыталась ее как-то менять. И, вы знаете, я помню, что вот я молилась однажды, и просто вот как будто, знаете, вот пришло такое от Бога, что не пытайся ее менять, просто оставь это мне. И я просто стала делать свою часть, о которой написано в Библии, что дети должны повиноваться родителям. То есть есть иерархия, которую Бог установил, что не родители должны повиноваться своим детям, а дети должны слушаться и почитать родителей, какими бы они ни были. Вот они могут быть у вас вообще любыми, потому что люди там любят говорить, ну ты просто не знаешь моих родителей, то без разницы, какие у тебя родители. Если Господь тебе их дал, значит, у других у тебя не будет. Мы не можем выбрать родителей, мы не можем выбрать детей. но нужно просто всегда вот соблюдать эту Божию иерархию. Почитать родителей, любить их, знать, что Господь, Он будет с ними сам говорить. И после того, как я это проняла, после того, как я начала вот эту молитву молиться, что Господь, если ты не можешь изменить эту ситуацию, не можешь изменить мою маму. Я же такой молитвой молилась, когда мне было 14 лет. Господь, измени мою маму, она меня не понимает. Я начала молиться, молиться, хорошо, Господь, тогда измени меня. И после этого у нас, я не знаю, ну, у нас стали очень хорошие отношения. И сейчас я могу сказать, что моя мама это просто, это мой самый лучший друг. Вау, очень круто. Это такие сразу же два совета в одном, да? Ну да. А родителям, кстати, тоже хороший совет. Ну он тоже, наверное, он библейский. Но знаете, там написано, что, я не помню в современном переводе или в синодальном, что не раздражать своих детей. Иногда родители, они реально очень много раздражают. На заметку. Не надо детей раздражать, их надо чуточку терпения к ним проявить и любви. Ульяна, спасибо тебе, ты молодец. Спасибо тебе за откровенность. Спасибо. Мы благодарим вас, дорогие слушатели, зрители, наблюдатели, что вы были с нами, что вы нас любили, ласкали нас своим взором. Да, спасибо вам, мы вас любим. Возьмите. 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 Возьмите.